Охранять природу нужно не только от преступников, но и от людей, которые ее засоряют. В Иркутской области зарегистрировано уже около тысячи несанкционированных свалок. Их количество продолжает расти. Почему и как с этим нужно бороться, выясняла Ольга Харнутова. Пенопласт, двери, доски, груда мусора уже заросла травой. И, судя по всему, лежит здесь не первый месяц. Таких свалок в этой роще еще около шести. На всех разбросан в основном только строительный мусор. В начале сентября волонтеры здесь уже собирали мусор. Но его оказалось так много, что сил добровольцев не хватило. Было собрано 40 килограммов стекла, 25 килограммов металла и 8 килограммов пластика. По итогу волонтеры сдали на переработку 40 мешков мусора. Подъезжают машины, я так думаю, сваливают. Вообще и население само такое, знаете, как бы, они мимо, видать, бегут с пакетом. И выбросить им совершенно не сложно. И в администрации города судьбу этих свалок уже решили. В начале октября подрядная организация очистить территорию от мусора. А дальше можно полагаться только на сознательность граждан. Как показывает практика, после уборки свалки все равно появляются на своем месте снова и снова. Иногда, да, происходит, что свалки появляются повторно на тех же местах. Если она выявляется, свалка также сразу же реагирует и ликвидирует. В Иркутске метод борьбы со свалками пока только такой. А в Ангарске, чтобы не допустить повторного образования мусора, установили фотоловушки. Аппаратура появилась в лесах возле садоводств. Приборы реагируют на движение. Допустим, если приехала машина, то фотоловушка зафиксирует ее. А владельца автомобиля, который оставил мусор, оштрафуют. Для физических лиц наказание составит до 5000 рублей. Для юридических – до 50. Количество свалок где-то уменьшается в каком-то муниципальном образовании, где-то добавляются. Объяснение, конечно, если первое – это нехватка инфраструктуры, второе – это человеческий фактор. На юге Прибайкаля уже тысячи несанкционированных свалок. Чтобы хоть как-то разрешить эту проблему, в области нужно обустроить 4000 мусорных площадок. А еще 15-18 тысяч контейнеров. Для этого Прибайкалью выделили 200 миллионов рублей. Сейчас муниципалитеты формируют список на создание площадок для мусора. Возможно, они помогут сделать наш регион чище. Ольга Хармутова, Владимир Пинаев, Виталий Перетолчин. Новости по будням.